доброго времени суток зрителям встречаем гостям нашего канала с вами росси мы находимся с вами на роли game онлайн и это пятое видео по рубрике геймплей и летсплей эта игра стикс 2 осколки тьмы посмотрим с вами эту игру эта игра в жанре action стелс я не особый мастак в таких играх и я в нее сейчас буду играть первый раз но наша основная цель это опять же посмотреть геймплей что нам вообще предлагает эта игра давайте возьмем исследователя потому что ну я только начинаю постигать скрытность эта игра про гоблина который будет у всех там что-то воровать в общем он такой там коварный подлый сейчас какая-то заставка не знаю бежит таракан откуда столько стражников должно быть там бирдель в общем давайте не будем подавать это просто пропустим и посмотрим уже сам как бы геймплей что нам здесь вообще предлагают как там прятаться и так далее на протяжении многих десятилетий граждане империи боролись с нашествием гоблинов известных как зеленая чума для оскоренения всей напасти люди организовали вооруженные отряды под общим названием мясорубка чей целью является уничтожение гоблинов но у стикса есть проблемы поважнее поскольку в данный момент он живет в трущобах человеческого поселения тобин окруженного болотами и набитого жуликами всех мастей его таланты принесли ему некоторую известность поэтому стикс привлек внимание старого мошенника по имени эфрон который поручил ему выкрасть ларцы с жалованием стражников для повторения нажмите любую кнопку окей так давайте допустим значит так добраться до черного хода значит управление камерой идет обучение смотрим типа по сторонам понятно хорошо вас до двигаться на пробел прыгать вот это поворот я думаю так не нужно было делать ребят возвращаемся обратно так русить последнюю игру я извиняюсь что получилось и на так ну первый раз ну я ж не знал что то они запрыгать так что тут у нас это присесть нажмите и чтобы потушить факел в общем чем темнее тем лучше время тушить цвет детишки от лозой маленький стикс вас съест ха 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 обхохочешься блять просто так если что приседает сам обратил внимание что вы просто подходите подождите что кашин сам присел странно ладно хорошо эту дверь как открыть где мы кнопка е это в общем взаимодействие вот нам и показывают что прыгать пробел успешно сохранено что тут у нас включить или выключить янтарное зрение янтарное зрение у нас подсвечивает сюда мы прячемся ну понятно что то я не помню какую-то игру играл и мне тоже такое типа то можно было прятаться выглядывать с это вот не помню что за игра так янтарное зрение подсвечит элементы с которыми можно взаимодействовать хорошо как мы можно с вас взаимодействовать это никак хорошо нет понятно куда нам дальше то вот видите вот эта хрень и не увидел сразу железная руда взята что-то еще я что-то еще пропустил вроде нет давайте еще раз спрячемся теперь вылезем отсюда ладно двигаемся дальше я думаю туда прыгать не нужно меня уже жизнь научила до что-то прыгать не надо что у нас тут тоже непонятно в общем что-то непонятно непонятно с этим что-то можно сделать включить янтарное зрение а видите слепень слепень ребят ну это понятно хорошо теперь дальше что господи я слишком старт для этой игры слишком старт и не хочу всеми сидеть вот так вот все давайте сейчас просто разгонимся как же здесь дальше потушить факел надо обязательно ребят что вы мне не подсказываете а ну да я же уж не слышу так не знаю вот лично по мне я бы сделал прыжок веры или как это называется в крадоубийца assassin creed короче сейчас бы что-нибудь бы сделал больше чуть не упал слышь гоблин что ты с нами не идешь за ссал на действительно игра для меня слишком сложно просто здесь надо прыгать и что тут непонятно нифига мне понятно что отсюда а удерживаетесь правую кнопку чтобы зацепиться за край за край чего ну это он прячется хорошо конечно ладно удерживаю все я по я понял вас кто-то у меня нам начал долбить сверху обожаю своих соседей просто спасибо что вы долбите даже в 10 в 11 вечера чтобы я без вас сделал наверное кому-то очень срочно нужно повесить картину извините ребят ну вы же понимаете время не терпит надо вешать прямо сейчас и срочную картинку то или я не знаю часы так тушим в общем я понял самое главное в этой игре это что это тушить и лазить по крышам всяким по этим но это обучение как я понимаю поэтому сейчас мы будем скакать своего по скалам я не сомневаюсь что игра очень интересная особенно для любителей а спрямиться там попрыгивать по этим всяким там по скалам там по воровать по обманивать обманывать охранников вот видите смотрите как все тут весело и забавно кто лох я лох до будет последнюю игру я надеюсь это будет на самом начале так янтарное зрение чтобы включить вот так вот интересно мы это янтарное зрение постоянно можем включать нам теперь дальше то здесь так вот хорошо теперь не понял вот об так об об туда и уже не зацеплюсь этому сюда можно отлично теперь вот сюда вот вот сюда вот хорошо вот понятно да теперь вниз в общем нам нужно было забраться наверх а потом спуститься вниз добраться до черного хода взять песок так удерживайте среднюю кнопку мышки чтобы открыть мне предметов 2 затем двигатель его право чтобы убежали предмет карманный песок позволяет вам тушить факел издалека нужно только нажать киев хорошо давайте выберем карманный песок он факел киев был прикольненько прикольненько ребятки в общем я извиняюсь но вижу что сосед не собирается останавливаться со своими стучанием я думаю что вы в принципе уже немножко посмотреть геймплей все-таки эта рубрика у нас изначально направлено на то чтобы ознакомиться с геймплеем и посмотреть новинку хотя это может уже не такая новинка может игре уже где-то с месяцем может меньше может больше я если честно не знаю но в принципе что есть то есть я думаю любителям стелса там прятаться воровать там игра и мне что-то вот сразу наподобие приходит в голову это вор тиф и я думаю что в принципе любителям стелса должно понравиться и знаете даже хитмана если бы проходил бы то проходил бы как бы с оружием на перевес и косил бы всех подряд поэтому стелс явно не мой жанр ну а на этом все спасибо за просмотр обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте лайки сам был россии веселый сосед который долбит молотком я надеюсь себе по голове ведь он тоже он говорит до свидания до скорых встреч и мы также попробуем факел потушить и мы потушили факел всем пока